Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Добрый вечер, меня зовут Денис Саландин, в эфире «Культурный отдых». Программа, рассказывающая о том, где отдохнуть в нашем городе и во сколько вам обойдется все это удовольствие. Приготовьтесь к отдыху, потому что мы начинаем. Только сегодня в нашей программе. Кого принес аист, а кого нашли в капусте, пополнение в Калининградском зоопарке. Место военных действий, достояние Янтарного края, форт номер 5, одно из интересных мест в городе. Кино, выставки, концерты. Куда сходить, на что посмотреть. Обо всем этом в самой культурной программе на Калининградском телевидении. Начало 2013 года принесло пополнение в Калининградский зоопарк. Детеныши появились в семействе у обезьян, медведя и жирафа. Существует такая традиция. В первые дни нельзя показывать малышей. Поэтому детеныши очень долго находились на карантине. Но пришло время, и уже сейчас мы можем вам показать эти симпатичные мордашки. Самка Колобуса родилась еще 21 января. Но предстать перед глазами калининградцев смогла только спустя месяц из-за карантина. Она может заболеть даже от человеческого гриппа. Поэтому за здоровьем обезьяны следят зоологи. Шестилетняя самка Колобуса Дженнифер родила впервые. Но сотрудники зоопарка уже отметили. Она очень ответственная и заботливая мать. Вот она нам первый раз принесла приплод. Мы очень рады. Специально для нее мы привозили самца. Он приехал к нам с Мюнхина. Ему тоже 6 лет. Вместе они у нас сидят где-то около 8 месяцев. 8 месяцев мы такой радости ждали. Узнать пол малышки было очень сложно. Так как родители постоянно носили детеныша с собой. И никого к нему не подпускали. Имя Колобусу еще не придумали. Но есть вероятность, что малышку назовут родинкой. Как предложила съемочная группа Первого городского канала. А 1 февраля на свет появился еще один новый обитатель зоопарка. Бурый медвежонок. Правда, увидеть его пока не могут даже журналисты. Карантин продлили до начала апреля. В конце февраля 22 числа у жирафов Ивы и Халифа родился малыш. Это уже второй помет этой пары. Правда, первые роды окончились трагично. Маленький жираф родился мертвым. Но в этот раз исход был совершенно другим. Жираф полон сил и вполне здоров. Сейчас мы кормим его искусственно. И поэтому у нас павильон закрыт на карантин. Будет еще месяц закрыт однозначно на карантин. Но потом посмотрим. Мы очень надеемся, что нам удастся его выкормить искусственно. И у нас и будет еще один парень. Потому что родился он как раз 22 февраля перед Днем Защитника Отечества. К слову, это уже третий жираф, родившийся в Калининграде. И, как уверены специалисты, не последний. А увидеть малыша можно будет летом, когда он окрепнет и животных выпустят в открытый вольер. Кстати, температура для жирафов должна быть не меньше 12-15 градусов. Так что пока о прогулках малышу думать рано. 6 марта на свет появился тюлененок. Сейчас вокруг него установлена зона карантина. Обычные посетители уже могут увидеть новорожденного. Но пока издалека. Для него это уже не первое рождение. У нас тюленята рождаются уже третий год. В прошлом году у нас было два малыша. В прошлом году было два малыша. И вот сейчас родился первый малыш. Но мы надеемся, что будет еще второй. Малыш сейчас находится на суше. И пока он кормится от мамы, в воду не спустится. Знакомство тюлененка с водой произойдет уже через несколько дней. Тогда же он поменяет и белую окраску на серую. А пока у посетителей зоопарка есть шанс увидеть тюлененка еще бельком. Несмотря на то, что зима в Калининграде затянулась, животных не обманешь. Практически все пернатые сейчас заняты своим подрастающим поколением. Вслед за птицами ближе к маю пополнение ожидается у копытных. Но не исключено, что уже сейчас кто-то из братьев наших меньших скрывает свое интересное положение. Этим воротам более 750 лет. Реставраторы их восстановили в точности, как они были у древних пруссов. Уже сегодня музей Королевские ворота проводит экскурсии и переносит калининградцев назад в прошлое. Что можно посмотреть в главных воротах города, узнаем прямо сейчас. Королевские ворота – это памятник, в котором сохранился дух времени не только за счет своего здания, но и благодаря ценным экспонатам. В первом зале калининградцы могут познакомиться с историей Кёнигсберга. Это северный каземат, где смена караула происходила, и пешеходный проход был в какое-то время, когда стен не было. Дальше мы проходим, встречаемся с русским котом, символом Кёнигсберга, который стал знаменитым хранителем ключей от города. Из-за многих служб в нашем музее он волшебной силой теперь обладает. Открылся музей после реставрации в 2005 году. Тогда же калининград посетил и президент России Владимир Путин, который, согласно традиции, погладил прусского кота и загадал желания. О прибытии влиятельных людей действует и второй зал музея. Это дипломатический зал, посвященный приезду Петра Великого в составе Великого Московского посольства в 1697 году в Пруссию, в Кёнигсберг. И о дальнейшем его путешествии в Европу, и о преобразованиях в России после этой поездки. В зале на стендах подробно можно узнать о послах разных стран, начиная с 11 века. А за подобным круглым столом собирались короли и подписывали важные документы. Кстати, до сих пор, когда в Калининград приезжают представители других стран, переговоры иногда проводятся в этом зале. А в другом зале в феврале открылась уникальная выставка «Все могут короли». Подлинные предметы интерьера, книги с записями королей Пруссии, посуду и многое другое музей Мирового океана предоставил владению королевским воротом. А без этих курительных трубок, к примеру, не обходилась ни одна встреча на высшем уровне. Знаменитая табачная коллегия, когда в клубах «Синего дыма» решались государственные дела. Встречались на этой коллегии офицеры, генералы, иногда и ученые. И каждый из них, даже если ты не куришь, должен был обязательно держать трубку во рту. Курительные трубки – непременный атрибут табачной коллегии, которая была любимым детищем второго короля Пруссии Фридриха Вильгельма I. А панно, которое висело на стене, являлось предметом янтарной комнаты до передачи ее России в честь победы над Швецией в 1716 году. В дальнейшем эта выставка станет постоянной в музее «Королевские ворота». Культурный отдых может быть и на свежем воздухе. Главное – правильно выбрать место. Лучше всего отправиться на пятый форт. Познакомиться с историей, побродить по подземельям и просто погулять. На днях там прохлаждалась и наша съемочная группа. Как пишут в исторической справке про пятый форт, это потрясающее фортификационное сооружение из бетона и кирпича. Окружено рвом с водой, представляет собой массивный шестиугольник с траншеями для пехоты, оборудованными позициями для пулеметных расчетов, огнеметов, зенитных установок и минометных орудий. В конце 19 века форта Кёнигсберга считались эталоном воплощения инженерной мысли. На тот момент не было орудий, способных причинить им ущерб. Взятие форта номер 5 имело стратегическое значение для советских войск, так как действиями личного состава гарнизона создавалась прямая угроза для дальнейшего наступления 43-й армии. Немецкие солдаты и офицеры смогли выдержать несколько попыток взять форт с ходу, оказали при этом ожесточенное сопротивление. Пятый форт расчистили, вывезли более 40 машин мусора, провели освещение и взяли под охрану. Большинство гостей пятого форта приезжают для того, чтобы пройтись по земле предков, но боятся и не все могут войти вовнутрь. Я сам лично общался с женщинами, которые не могут зайти, говорит, я чувствую здесь как бы вот смерть, страх такой, люди здесь умирали, я, говорит, чувствую это, не могу зайти. Все историю чтят по-разному. Одни в честь памяти погибших приносят цветы, другие, распивая спиртные напитки, разрисовывают стены. Но хотелось бы, чтобы люди не усложняли работу сотрудникам музея, а наоборот помогали. Сегодня за символическую плату можно прогуляться по вычищенному архитектурному памятнику истории, посмотреть фотографии, как было и как стало, увидеть посуду, инструменты, военные снаряды, выставочные экспонаты военной техники и еще раз подумать о том, какой кошмарной бывает война. Не исключено, что очень скоро музей пятый форт превратится в один из охраняемых парков России и, безусловно, уже сейчас его можно считать гордостью Калининградской области. Наш город смело можно назвать культурной столицей нашей Родины, потому что каждый день происходят такие события, о которых хочется рассказывать и рассказывать, поэтому рубрика «Афиша» продолжает наш эфир. Концерты 25 марта признаваться в своей любви всем женщинам Калининграда будет Александр Серов. Любимые всеми песни зазвучат в 19.00 со сцены драматического театра. Любимость молодежи представитель хип-хоп-культуры «Слим» 29 марта представит свой альбом «Сентропе» и даст единственный концерт в нашем городе. Концерт Мары в конце месяца – настоящий подарок для всех поклонников. На этот раз она приезжает в Калининград со своим новым альбомом «Два мира». «Разыскала длинные волосы, босыми ногами ступала, по мху умывалась каплями расы». Выставки В Королевских воротах проходит выставка «Что могут короли?» Уникальные экспонаты, непревзойденные копии, настоящий экскурс в историю. В историко-художественном музее удивительная экспозиция птичьих кладок. В музее «Янтаря» вам расскажут истории происхождения солнечного камня и тайну янтарной комнаты. Кино На этой неделе в киноплексе «Эпицентр» настоящая истерика – триллер «Мама». Они нашли девочек. В заброшенной хижине найдены две девочки. Таинственным образом они прожили в пустом доме пять лет. На один их сирот забирают единственные родственники – молодая супружеская пара. Но девочки не одиноки. У них есть мама, и она приходит из тьмы. Теперь могут пострадать все, кто заботится о маминых дочках. Что случилось? Не хочу, чтобы ты пострадала. Ну что со мной может случиться? Мне не нужно так делать. Мама, прекрати! Мама, ты обещала! Приятного отдыха! В продолжение афиши отдельно о театре. Калининградский драматический театр приглашает гостей и жителей города на свои спектакли. Подробности смотрите у Полины Степанюк. В ближайший день, воскресенье, 24 марта, в драматическом театре можно посмотреть спектакль «Джулио Скарначи и Ренцо Тарабузи. Моя профессия – сеньор из общества». Комедия в двух действиях расскажет зрителям историю обаятельного авантюриста Леонида Папагатта, который пытается необычным способом содержать свою жену, сестру и дочь. Мама миа! Мне кажется, что сейчас в этом доме произойдет драма. А что случилось? Профессия главы семьи Папагатта – посещать всевозможные торжества, презентации, поминки и развлекать светскую публику. При этом он не забывает набивать потайные карманы едой, чтобы наутро ее продать. Но большая игра и еще больший переполох начинаются, когда главный герой создает мнимый благотворительный фонд помощи бедным семьям. 29 марта калининградцы смогут познакомиться с непростой жизнью парижского поэта Серано де Бержераком. Комедия по Эдмону Растану. Серано славится среди друзей бесстрашным поединщиком, готов вписаться в любые споры, особенно если кто-то что-нибудь скажет про его нос. Именно эту часть лица Серано считает несносным уродством. Только оттого он должен умным быть Роксаной. А если он глупее барана? Не может быть, я чувствую душой, что так же он умен, как и хорош с тобой. Но так же в комедии прослеживается и любовная тема. Серано влюблен в свою кузину. Однако, чтобы не получить отказ, он решает свести ее со своим другом. А вот постановку номер 13 покажут в юбилейный сотый раз. Комедия по английскому классику Рея Куни. Это спектакль-праздник. Гомерически смешной, но по-детски беззаботный и по-актерски раскованный. Здесь целая галерея забавных персонажей. И никто не ведет себя нормально. Одна весь спектакль ходит полураздетая, другой вламывается в дверь, когда его никто не просит, третий вообще валяется мертвый. При этом очень веселит зал. Юмор этого спектакля не только в актерских работах, но и в невероятном фарсовом сюжете Рея Куни, закрутившего комедию вокруг безжизненного мужского тела средних лет. Спектакль «Куклы» станет завершающим в мартовском сезоне драмтеатра. Постановка по мотивам трагифарса Хасиста Грау «Сеньор Пигмалион» перевернет представление о театре. «Пигмалион» создает суперсовременный театр и суперсовершенных кукол. Задумка пользуется сумасшедшей популярностью у публики. «Я покидаю вас, мне нужно поработать над программой, а время поджимает. До завтра. Встретимся, театр». Но все меняется, когда кукол их создатель случайно забывает в Испании, и они оказываются беспомощными. Этот спектакль – кагимн живым актерам и таланту, и духу творчества. Культурный отдых, культурные люди, культурные события. Обо всем этом уже через неделю. Меня зовут Денис Саландин. Отдыхайте с умом вместе с Первым городским. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!